канал о моделизме добрый день дорогие друзья сегодняшний наш выпуск посвящен продолжению работы над основным боевым танком российским армата т-14 и у нас в гостях алексей соловьев добрый день алексей здравствуйте и тогда мы продолжаем работу над этой моделью сегодня мы хотим вам показать как мы будем создавать визеринг как мы будем создавать эффект эксплуатации данной машины в условиях пустыни сразу хочу оговориться что пустыня сирийская как вот нам ее обычно представляют как нам она представляется это не только песок если вы посмотрите фотографии зоны боевых действий которые сейчас проходят там можете увидеть что на бронетехнике есть не только песок и пыль но там присутствует еще и земля причем достаточно крупная которая хорошо налипает на машину я не говорю о том что мы будем выполнять очень сильное загрязнение по ходовой с налипшими кусками грязи нет конечно этого не будет мы создадим все-таки более легкие эффекты чем вообще сложно работать с моделями в пустынном окрасе особенно когда все-таки у нас даже район с интенсивным песком там где нет никакой земли так вот нам нужно будет показать контраст между нашей песочной поверхностью и эффектами загрязнения что здесь придется применять конечно придется применить некоторые темные оттенки потому что если мы положим светлые тона пыли да то они практически скроются и сольются в одно целое мы должны будем применить контраст для этого мы возьмем некоторые темные цвета специальных продуктов но в ходе мы уже их покажем и будем ими работать по корпусу по горизонтальным поверхностям потом перейдем к вертикальным поверхностям и здесь уже есть уже положен первый слой запыления мы просто его аккуратно доработаем и нанесем сюда ряд эффектов и так мы приступаем делать темные участки грязи мы будем вот таким эффектом как engine grim сейчас кто-то наверное возмутиться скажет как это так это же для двигателя тем не менее он обладает темно-серым цветом это очень хорошо подойдет для нас и мы сможем создать эффекты потемневшей грязи откуда она могла появиться влажность там присутствует достаточно серьезная в этих районах и любые скопившиеся элементы земли и так далее могут иметь темный вид по отношению к другой высохшие уже скажем пыли либо грязи и тем более что этот цвет будет очень хорошо контрастировать на песочном камуфляже носить моего будем просто кистью этот эффект виде точек которые потом мы просто будем размывать наносится эффект вот только на горизонтальные поверхности мы аккуратно просто ставим вот такие небольшие точечки ближе я это делаю к башне то есть в области теней там где у нас может долгое время не высыхать но модель у нас предварительно была закрыта талии вским лаком и теперь мы покажем как мы будем этот состав размывать смачиваем кисточку white spirit и я как всегда для этой цели использую старую синтетику который расслоился кончик да и она превратилась как в количество большой мелких кисточек и начинаем аккуратно размывать нанесенный эффект первым слоем мы проходим потом начинаем корректировать то есть для того чтобы потом сгладить все все границы переходы потребуется еще один проход ты кисточку даже не подсушиваешь что прям вот ее макая немножко вытираю его салфетку чтобы дали если будет много white spirit а тут как бы это все определяется на глаз если просто возьмете много white spirit а то конечно и он очень сильно смоется придется повторять этот эффект сочетаться он будет дальнейшем с более светлыми тонами грязи которые мы будем также наносить на поверхность ну вот здесь уже можно видеть мы нанесли этот эффект и уже у нас контраст не смотрится интересней поверхность сюда еще мы сейчас добавим другие оттенки и уже после нанесения я думаю покажем вам готовый результат итак мы нанесли эффект на модель растушевал я его сейчас у нас высыхает принципе уже почти высох приступаем к следующему слою запыленности которые мы сделаем из двух таких компонентов это курская земля и светлая пыль смешав их в палитре мы получаем оттенок но потом я буду еще и в чистом виде наносить курскую землю процесс нанесения точно такой же только я теперь его наношу в другие места то есть если здесь я нанес темную сюда я буду наносить на участке которые больше подвержены воздействию света буду наносить светлую пыль ну в ряде случаев можно и перекрыть для того чтобы получить более интересный результат добавляем в чистом виде курскую землю много курской земли применять не следует потому что она имеет все-таки такой очень наверно ухристый оттенок поэтому ее совсем немножко есть применим и точно также приступаем размываем этой же кисточкой этот эффект после того как она подсохнет ее можно как я уже сказал подкорректировать всегда или добавить или убавить то есть это уже вот взгляда вкуса и общего восприятия и так дорогие друзья мы закончили наносить эффекты запыления первый этап загрязнения на горизонтальную часть корпуса сейчас мы будем работать с вертикальной частью то есть если у нас есть бортовые экраны которые нам нужно будет обработать начнем мы со стрикинг эффекта то есть это вот такой вот от мига будет принимать участие но в общем то все четыре которые я буду применять здесь эффекта есть в качестве эффекта потеков не обязательно использовать только то что обозначено как стрикинг грим это может быть любой состав который вам подходит для этой операции в данном случае буду применять их 4 это будет темно-коричневый эффекта мы будем наносить не очень хорошие эффекты с серой едва оттенка пыли абсолютно кто-то сам пригоден приготовляет эти смеси можно использовать готовый наносим мы этот эффект в виде вертикальных полосок темно-коричневого эффекта мы будем наносить не очень много буквально по одной максимум две линии на одну секцию динамической защиты танка вот таким образом это будет выглядеть дальше сюда же сразу вместе с ним наносим engine грим это серый наш оттенок в общем-то аналогом может послужить такой же точный эффект который называется по моему стрикинг эффект для модели африканского корпуса они очень похожи но может быть африканский корпус чуть светлее а так в общем-то одно и то же вот и здесь делаем то же самое лишь мне кажется уже надо попробовать модели с закрытыми глазами закрыты можно можно так следующее у нас идет курская вот этого эффекта уже как я говорил совсем немножко просто для того чтобы разнообразить нашу поверхность нанесем наверно совсем чуть-чуть в нескольких местах ну и теперь переходим уже к эффекту пыли сейчас его наносим в чистом виде она очень светлая вот но в в сочетании с остальными эффектами она безусловно даст хороший цвет точно так же рисуем полоски могут получаться разной толщины это сейчас не имеет значения потому что потом это будет все размываться можете ставить видео вообще точек в данном случае все равно мы разума и все это дело здесь я в принципе этот эффект не выполняю по нижней части здесь у нас будет интенсивное запаление которое мы должны будем сделать после стрикинг эффекта поэтому оно будет выполняться аналогично тому что мы делали по горизонтальной части корпуса но еще с добавлением брызг теперь берем плоскую кисть вот такую с раздельными такими-то элементами как раз вот для этой процедуры очень хорошо подходит вот что вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 На нижнюю часть нашей модели просто ставим точечки по такому же принципу, как и мы делали на горизонтальной поверхности ДимаTorzok 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 ДimаTorzok МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, закончили нанесение брызг светлых. Эффект этот еле заметный, но он придает тон определенный нашей модели. Сейчас мы будем наносить темные брызги, это тот же Энжин Грим, на нашу поверхность. В том числе мы будем наносить и на гусеницы этот состав. Точно так же набираем его на кисточку. Хорошенько промакиваем. Здесь нам нужны сразу очень мелкие, потому что если у нас будут очень крупные брызги, то это будет не совсем хорошо. Работать мы в основном будем по нижнему самому краю, усиливаясь к кормовой части, потому что, как правило, туда больше всего и летит всякая грязь и пыль. Мы изначально тоже пробуем на днище нанести, вот где у нас есть светлые участки. То есть достаточно мелкая фракция. Все, и начинаем работать уже по модели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы закончили наносить эффект загрязнения на борта нашей модели. Часть излишков, я уже показал, каким образом я это сделал, я убрал. То есть наша задача была максимально ниже перенести все оставшиеся наши точки, капельки. То есть верхней части мы их аккуратно кистью смыли. Вайтспиритом. Они оставляют некоторый тоже эффект такой, как стрикинг дополнительный, что, в общем-то, неплохо. Сейчас наша поверхность, может быть, смотрится несколько плоско и однообразно, но впереди нас ждет смывка. То есть, может быть, тоже это недостаточно будет необычно. Ведь смывку принято делать сначала, потом все остальное. Но вот я решил по-другому сделать. Сначала сделать все, а уже на финальной стадии сделать смывку. То есть сейчас мы закрываем это все лаком, наносим потом смывку, и будет хорошо видно, насколько будет контрастно смотреться и то же загрязнение, и все стыки наших бронелистов, и в том числе вот этих кумулятивных экранов. Леш, а как корма получилась в этом контексте? Скажи, пожалуйста. Ну вот, на корме усиленно наносится грязь, то есть там наибольшее ее количество попадает туда. Вот. И на траках то же самое мы вот эти части траков проработали этим же составом. То есть получается интересно то же самое вот у нас в передней части машины. Вот. Таким вот образом это выглядит. А вот у нас другой борт. Точно так же. Но здесь еще, правда, мы добавим эффект от нагара, от выхлопа. Но это уже после того, как мы сделаем смывку. То есть он делается уже в последнюю очередь. Следующим этапом мы начинаем наносить смывку. В данном случае это будет темно-коричневая. В принципе, можно использовать смывку для техники в пустыне, но можно и темно-коричневый цвет. То есть в данном случае это принципиального значения не имеет. Наносим кистью, проливаем все углубления, заклепочки. После чего мы ее будем смывать по прошествии времени небольшого. То есть долго сушить ее не нужно. Как закончилось нанесение смывки на последний участок модели, можете приступать к ее смыванию с первого участка. То есть откуда вы начинали. В данном случае мы начали вот с этой плиты. Вот, да, и отсюда мы и начнем ее потом смывать. Вот уже даже сейчас можно видеть, только при нанесении смывки, насколько уже начинает выделяться у нас объем. Что еще раз говорит, что смывка очень важный элемент. И ни в коем случае нельзя пренебрегать. Просто чтобы напомнить нашим зрителям, модель была под смывку покрыта глянцевым лаком, томия. Да. Дали высохнуть где-то полчаса. И работаем смывкой. Именно так. Субтитры сделал DimaTorzok Приступаем к обработке нашей смывки. Берем white spirit, наливаем в пробочку, чтобы было удобно. Берем волосные палочки, самые обыкновенные, смачиваем немножко об салфетку и очень аккуратными движениями начинаем убирать излишки. Вторым сухим концом аккуратно вокруг заклепочек проходимся, чтобы вот у нас осталась аккуратная подчеркнутая линия заклепки. Там, где палочкой пройтись будет нельзя, мы работаем кистью. Точно так же обмакнув white spirit, проходимся по тем участкам, труднодоступным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И так мы закончили наносить нашу смывку, подкорректировали ее. Вот мы можем видеть сейчас результат, который у нас получился. То есть мы очень хорошо подчеркнули рельеф темно-коричневой смывкой. У нас очень хорошо с oct ofύxed будут ovat цепи. Так что все равно выделили элементы на борзах танка. Я не понимаю, что данный Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, дорогие друзья, мы закончили работу с нашей моделью, только с ее корпусом Мы нанесли лак X19 для создания дополнительных теней Сейчас вы можете видеть, насколько модель прибавила в объеме После этого лака мы закрыли ее сатином от Валеха Вот, и на следующий раз мы уже планируем работу с ходовой частью, окончательно Это будет работа с гусеничными траками, с их внутренней поверхностью, с беговой дорожкой, так называемой, с гребнями С эффектами топлива на поверхности машины Ну и, конечно, уже перейдем к башне, будем работать с ней Вот, так что, в общем, получилось у нас, на мой взгляд, очень достойно Модель объемно смотрится, смотрится интересно В том числе и нанесенные все на нее эффекты Дополнительно подчеркивают ее живость И, так скажем, придают ей, наверное, брутальный такой боевой характер Вот Только не спрашивайте, где мы такую видели машину в реальности Ну, мы не скажем никому Да, мы не скажем, потому что она была на спецзадании Военная тайна Да, вот так вот Но, задумка у нас с этой машиной хорошая такая Мы ее воплотим обязательно И вы увидите все эти этапы работы с моделью То есть, еще много чего впереди интересного с ней Мы ее будем оформлять всячески Так что, может быть, даже какая-нибудь тематическая подставка у нас не появится Если наберем тысячу лайков под этим видео Будет тематическая подставка Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что же, дорогие друзья Спасибо, что вы смотрели это видео Спасибо, что вы были с нами Алексей, спасибо большое за этот великолепный, очень интересный урок Мы прощаемся со всеми Спасибо вам, всего доброго, до свидания Всего хорошего, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok